Всем привет! Сегодня на видео радиосистема, радиопетличка, радиомикрофон КМ-J102-3. Кимофан производитель. Такие даже вот наклейки имеются фирменные. Классная упаковка и богатая здесь комплектация. Инструкция русского языка нету, английский. Но все понятно, можно разобраться. Сразу открылась нам спецификация, характеристики. Можно посмотреть, кому интересно, информация по времени работы. 6-7 часов заявлено. Время зарядки встроенных аккумуляторов 2-3 часа. Литиевые батареи, 2,4 ГГц работа. Кабель 1,2 метра. Показатель шумов и, в общем-то, еще характеристики. Система, сразу скажу вам, не профессиональная, а любительская. Именно тот вариант, который, скорее всего, подойдет тем, кто не хочет платить большие деньги. А радиосистемы, беспроводные микрофоны, ну, стоят приличных денег. И это, скорее всего, тот вариант, который будет работать за свои деньги и неплохо. Сразу комплектации 2 видим ветрозащиты. Переходник 6,35 мм. Джек с резьбой. Дальше посмотрим. Петличка, вот такой кабель хорошего сечения, капсуль немаленький. И прищепка, прищепка металлическая такая, с хорошим прижимом. В общем-то, так с виду все качественно. Здесь даже такие идут чехлы, закрывающие разъем. И здесь фиксатор резьбовой. То есть, данная петличка будет фиксироваться передатчики. Переходник для компьютера. Здесь, я так понимаю, полный универсальный вот именно комплект для подключения к смартфону, к камере, к компьютеру, к ноутбуку, ко всем системам. Вариант под подключения петлички. Подключаем в USB, в компьютер, в ноутбук. Подключаем петличку сюда. И для контроля звука, качества, состояния подключаем наушники. Такой вот вариант для компьютера. Кабель идет зарядный. Заряжать можно от любого блока питания вашего смартфона, 5-ти вольтового. Подключаем и USB, и два microUSB на другом конце. То есть, два устройства, приемники, передатчик можно заряжать одновременно. Подключили, это очень удобно. Одновременно они и заряжаются, и зарядятся примерно одинаково. Сразу попался нам передатчик, кимофан, 2,4 ГГц, включение-выключение, microUSB для зарядки, для прищепки. Литье сделано на корпусе. И прищепка сама, или в том, или в том положении, как хотите. Ее прикрепляем, и прикрепляем устройство на ваши вещи, или куда вы там будете крепить устройство. Вот так все это выглядит. Вроде бы как и не громоздко. Но есть варианты, конечно, поменьше. Но варианты поменьше, как я вам говорил, уже стоят, конечно, солидных денег. Намного отличается стоимость. И регулировка громкости. Здесь также разъем идет с резьбой. То есть для фиксации. Как я вам говорил, подключаем сюда петличку. И закручиванием фиксируем. От самовыдергивания. Вариант продуманный, вариант нормальный. Разобрали, раскрутили, разъем разняли. И, в общем-то, готово. Приемник выглядит именно вот так. Такой же корпус. На корпусе также переключатель, включение-выключение. Разъем microUSB для зарядки. И, в общем-то, все. Здесь также фиксатор резьбовой. Это, скорее всего, не фиксатор, а для переходника. Для переходника резьба на Jack 635. Да, вот так. И используем в тех моментах, где нужен такой разъем. Сразу какой минус. Далее он в любом случае при использовании именно приемника вылезет. Нету варианта крепления. Не под горячий башмак. Ну, никакого варианта. Какая-то клипса или что-то, чтобы можно было это устройство куда-то крепить. Понятно, что в камеру можно его вставлять полностью в разъем. Он легкий и будет держаться самостоятельно и работать. Но не во всех вариантах камер это будет удобно. Например, в моем варианте Panasonic камеры он будет включенный в разъем. Перекрывать полностью экран. Я не буду видеть, что происходит у меня в кадре. Конечно, идеальный вариант, чтобы было еще дополнительно, не тяжело им было сделать крепление на горячий башмак. Это как вариант первый минус. Что еще идет в комплекте? Ну, вот да. К смартфону переходник 3,5 мм. И на другом конце разветвитель. На наушники подключения для контроля звука и на петличку. Микрофон стоит обозначение. То есть, в этом варианте, что мы получаем? Подключаем в смартфон данный переходник. Сюда подключаем приемник. Наушники, если нужно, подключаем. И это все дело у нас где-то должно крепиться. Ну, придется в случае чего его как-то крепить и куда-то. Это уже от вашей фантазии зависит, чему я веду. На просторах Алиэкспресс имеются различные такие вот металлические классные кронштейны для крепления смартфона. И установки его на ручную какую-то селфи-палку, треногу. Ну, куча различных вариантов. В данном случае вот так. Взял я его. Или же поставил. Или же, как ручку сложил, несу что-то, снимаю. И вот как раз тот вариант, когда я хочу подключить беспроводной микрофон, потому что это актуально. Для записи хорошего звука беспроводной микрофон это идеальный вариант. Ну и вот, iPhone еще и требуется здесь переходник. Куча будет переходников. К примеру, в моем варианте есть горячий башмак. Идеальный был бы вариант, когда было бы крепление для данной системы. Но ее нет. Понятно, что тут уже, так как она небольшая, можно и рукой ее придержать. Но, опять же, уже не та будет чувствительность у вас удержания селфи-палки или же треноги. Вариант того, что вы выроните эту систему из рук, тоже есть. И еще в комплект еще один микрофон идет. Направленный. Тоже офигенная вещь. Ну, которую, понятно, специфический вариант. Но многие такой вариант используют. Наголовная такая вот душка. Здесь те части, которые к телу идут. Такие типа софт-тач, что-то очень мягенькое, такое приятное с двух сторон. Душка, ну, мощная такая. И сам материал ее тоже прорезиненный, мягкий. Обтянута металлическая, понятно, скоба. Чем-то вот таким вот мягким, приятным. Фиксатор под кабель имеется. Можно перемещать его. Опять же, кабель с резьбовой фиксацией. Три с половиной миллиметра джек. И микрофон. Вот что здесь и чувствуется сразу. Очень удобная регулировка и фиксация. В различных положениях. Вот можно саму вот эту часть изгибать. И смотрите, как классно это все работает. В различных положениях. И микрофон, именно направленный вам в область рта. Вот так. Ну, можно его и перенаправлять. Такой капсюль тоже. И ветрозащита также имеется. Чем хорош данный микрофон? В том случае, если у вас, ну, например, нет вариантов закрепить у вас петличку. Передатчик закреплен. Например, нижняя часть одежды есть в шортах. А у вас голый торс. На море вы. Ведете репортаж с моря. Некуда прикрепить петличку. Вот тупо некуда. В руках не хотите держать. Надели этот микрофон. Направили его. Еще и шум. Ветер большой. Шум моря. Идеальный вариант использовать данный микрофон. Лекторы используют. Тут подключили приемник к блютуз колонке. Передатчик. И звук ваш выводится на громкую колонку. Всевозможные варианты. Главное, что это все есть. Качественно все выглядит. И, в общем-то, недорого. Подключил приемник к камере в разъем под внешний микрофон. То, что я вам и говорил, перекрывает доступ к экрану. Перед этим звук писался на микрофон боя. Такой вот. Сейчас звук пишется на айфон. На встроенный микрофон. Петличку из комплекта включил и закрепил на теле. На футболке. И включаю приемник и передатчик. При подключении синий светодиод мигает. Включаю также и приемник. Когда они сконнектятся. Вот, очень быстро это происходит. И горят синие светодиоды. Говорят о том, что уже система работает. И это видно по индикации на камере. Раз, два, три. Раз, два, три. Да, система работает. И запись сейчас идет на петличку. Кимофан. Раз, два, три, четыре. Качество можете сравнить. Перед этим на смартфон писалось. На айфон. На встроенный микрофон. А самый первый вариант. Писался на микрофон боя. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Сейчас вот ухожу в другой конец комнаты. Стола отошел. Голову раз, два налево. Повернул направо. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре. Ну, я думаю, особо качество звука меняться не будет. Ну, и самый, наверное, интересный тест. Это будет на дальность. Заявленная дальность около 30 метров. Это на прямой видимости. Для данной системы это неплохое расстояние. 30 метров. Это, я считаю, даже очень хорошо. Скорее всего, заявлено без помех. Помех. Помехами может выступать что угодно. Что будет на преградой между приемником и передачей. Также можете помехой выступать вы. Если у вас передатчик закреплен задней части. И вы развернулись. Повернулись к камере. К передачу. К приемнику. Передняя часть. То есть, тело ваше создает преграду. Дальше протестируем. Посмотрим, как это работает. Кстати, при зарядке горят светодиоды красным свечением. И когда зарядили с устройства, они выключаются. При заряженных устройствах, подключенных блоком питания, ничего, никакой индикации не будет. Приемник закреплен вот так на камере. Как раз на улице сейчас ветер. Заодно проверим, как в ветреную погоду будет справляться ветрозащита. Ну и вот аудио идет. Передатчик у меня в кармане. Ну и петличка, понятно, у меня на куртке. Передатчик у меня в кармане. Ну и петличка, понятно, у меня на куртке. Раз, два, три, четыре. Сейчас проверка рации. Раз, два, три. Как слышно? Что говорю? Начинаю отсчет шагов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, пятнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, 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 4 45 46 идет запись 40 51 52 53 54 55 примерно я понял вот я как раз тот момент когда я повернулся передатчик повернулся на прямую видимость приемнику и восстановилась аудио ну уже нет смысла на таком расстоянии писать вот приблизительно 50 метров в прямой видимости работает я думаю даже больше в прямой заявленным характеристикам все все соответствует 30 метров заявляют в реальности на прямой видимости около грубо говоря 40 50 метров это дело работает то есть нормально если даже какая-то помеха через стену будет то дальность уменьшится но но не критично можно пользоваться а сколько метров примерно туда длина какая метров 40 и вы видите что вы получаете за эти деньги не только беспроводную систему но также и проводную 2 2 микрофона две петлички которые вы можете использовать без этих передатчиков приемника передачи такая петличка подключили ее можно использовать и такой вот микрофон также можно использовать различные переходники ну и плюс беспроводная система приемник передатчик поэтому если кто задумался о покупке петлички то посмотрите вариант обратите на полностью вот эту вот систему может стоит один раз заплатить и будет у вас выбор или же пользоваться беспроводной или же проводным вариантом как по мне за эти деньги отличный вариант купил бы я раньше до купил бы сразу скажу но на данный момент вложился я и приобрел более конкретные системы это которые и денег больших стоят это комика вот такая вот система приемник едва микрофона видеообзор если нужно пишите в комментариях сделаю обязательно кому интересно система это намного дороже стоит чем данная система ну из одна из дальнобойных систем которую я также приобрел и также она будет использоваться но в своих же моментах вот это вот боя боя также два микрофона то есть два передатчика один приемник отличный также и это я вам скажу дальнобойный вариант который работает на расстоянии около 100 метров а на сегодня все ссылки на данный комплект оставляю система интересная и главное что работоспособная и как вы заметили нет уже такого что товар не соответствует характеристикам данный товар полностью соответствует заявленным характеристикам и даже больше кстати кого заинтересовала данная система в украине продам вам ее по закупочной цене всем удачи и до следующих видео